Сейчас, значит, US News and World Report сделал пару дней назад какое-то исследование, кому-то заказали. Исследование качества жизни в США. А мне ребята сказали вчера во время прямого эфира, я не знал, пошел, почитал. Сейчас все его перепечатывают. В Калифорнии на 50-м месте среди штатов США по качеству жизни. Интересно. Да, знаешь на первом месте кто? Северная Дакота. А да, однозначно. Там уже никого не встретят за всю жизнь. А рядом, на пьедестале, значит, Миннесота и Вискансин. Я рассказываю про Северную Дакоту. Так, вот... Да, вот сразу номер один Северная Дакота. Ну, как-то решил я съездить в Монтану. Поехал в Монтану, там рядом прям соседний штат, Glacian National Park. Там в горах есть чудесное озеро и чудесный национальный парк. Ну, я приехал туда, посмотрел, все здорово. В отеле в старом, там один из старейших отелей остановился пару ночей. Все шикарно. Ну, думаю, раз уж я тут на границе с Дакотой, а в детстве, наверное, все читали, там, индейцы, там бегают, стреляют, поляют, там все. Они где-то там все в Дакоте эти, Сикхи, Blackfoot. Ну, думаю, надо доехать до парней и посмотреть, как они там живут. Заезжаю в Северную Дакоту. Еду 50 километров, 100 километров, эти поля, 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 поля. То есть сельскохозяйство? Да, но это не сельскохозяйство. Там сельскохозяйство не так сильно развито. Ну, там просто вот эти прерии все какие-то. Ну, предгорье и прерии. Доезжаю до какого-то ресторана на перекрестке дорог, захожу туда, ресторан полный, ну, часов в 6, наверное, 7 вечера. Заказываю себе еду и понимаю, что на меня все глаза. Ну, я думаю, ну, что-то не так. Пошел в туалет, глянул на себя в зеркало, думаю, ну, вроде чем я так привлек внимание. Ну, не отрываясь, смотрит народ. Ну, и вот, сижу, и тут ко мне подходит пара такая и говорит, а ты откуда? Я говорю, ну, если отвечать на вопрос с точки зрения исторической принадлежности, то я родился в России. Ну, и вот, ну, в Америке уже живу там, скажем, 15 лет. Они говорят, ой, как интересно, а вот расскажи нам о том. Ну, только я от этой пары отделался, мне тут еду уже принесли. И приходит вторая, и то же самое, я там подсаживаюсь ко мне, говорю, слушай, расскажи нам, вот ты откуда. И я повторяю всю историю снова. И вот пока я там сидел, наверное, часа полтора-два, там человек 5-6 ко мне подошло. Да. Ну и вот, а потом хозяин... То есть они все друг друга знают? Да, да, да. Они настолько уже друг друга все знают, им не о чем разговаривать. Потому что у них, кроме как там, у меня сегодня колесо прокололось, или там, а на заправке на 5 центов бензин подняли, там, в принципе, разговаривать не о чем. Приходит хозяин, и хозяин, он этот, вождь племени, черная нога. Ну и вот, там индийская... Оказывается, я заехал в индийскую резервацию, которая, как я, на границе вот этой федеральной земли и этой. Ну и я ему рассказываю, и я ему говорю, слушай, вот пока я здесь сижу полтора часа, ко мне тут человек 5-7 подошло, и все задают какие-то очень странные вопросы, одни и те же. И я говорю, повторяю свою историю, там, уже там 5-6 раз, и говорю, расскажи, в чем дело. Он говорит, ты знаешь что? Вот мы друг друга здесь все давно знаем. Вот я, например, для того, чтобы не жениться, я даже ездил на Аляску, потому что там вторая часть нашего племени живет, черная нога, там, в Канаде, где, чтобы жениться. Почему? Потому что, ну, здесь я всех знаю, и тут мы все какие-то дальние родственники между собой. А ты, говорит, новое лицо, и нам, говорит, просто приятно с тобой поговорить, потому что ты как глоток свежего воздуха. То есть дорога есть, но по ней никто не будет. Да, потому что эта дорога в никуда. Я там доехал до этой канадской границы, там никакого поста нету, там, проноси, проноси все, что хочешь. Я сел на этой дороге, прямо посередине дороги, сел, одна нога на канадской стороне, одна нога на этой, на американской, и начал тесать ей голову, и думаю, вот, жизня. Слушай, а там еще диземально холодная? Очень холодная. Там ветра сумасшедшие просто. То есть открытая местность? Да, это открытая местность, очень холодно. Туда, если кто-то соберется, туда хорошо ездить весной, когда все цветет, зеленая трава, там очень много, очень красивые прерии, высокая трава, красота. Но зимой там очень холодно, ветрено. Ну что же, вот говорят, может, еще про Южную Каролину. Друзья, мы же не к тому. Мы рассказываем о том, что где на Америке жить хорошо. Ну и вот, то есть, в принципе, возвращаясь к теме, что они как номер один. Но надо сказать, что критерии, по которым они определяют, первое, это стоимость жизни, и налоги, и стоимость бензина. Там еще, знаешь, был очень серьезный показатель, у них очень важный вклад внес. Это комьюнити лайф. То есть вот с соседями. Понимаешь, здесь нам к соседям, что соседи? У нас весь мир интернет. Ребята вот там сидят, знаешь, там 150 тысяч подписчиков. А там у них соседи. И, ну, конечно, чем больше глушь, тем меньше с кем общаться. Вот, значит, остаются соседи. Но, даже по этому опросу, Калифорния была на первом месте по бизнес-энвиромент, а и на одиннадцатом по здравоохранению, что совсем неплохо. Понимаешь? То есть, и вот они там сейчас, вот Калифорния, значит, мочатся, и говорят, боже, Калифорния какой-то failed state. Там вот, да, Fox News вот с таким заголовком failed state. Ну, на самом деле вопрос всегда в том, что те люди, которые приезжают там, наши соотечественники, они сюда приезжают, у них у всех есть какая-то мечта, какое-то стремление. Да. Устроиться в жизни, чего-то добиться и так далее все. А лучше места, где реализовать свои возможности, в принципе, чем в Северной Калифорнии, нет. Ну, если ты там, конечно, какой-нибудь там, хочешь быть звездой Голливуда, и у тебя там обалденные способности. Есть южная. Да, есть южная. Нью-Йорк шикарно. Да, да, Нью-Йорк. Но, в принципе, вот для людей, которые приехали, просто хотят там попробовать себя в жизни и достичь чего-то, да нету лучше места, в принципе. Нет, но если кто-то любит косить, и такая прэ, это можно, знаешь, как это... Слово косить в России понимается по-другому. Ну, как там косят-то, я ж не знаю, так. Да, так и есть. Ручка идет туда. Да я косил, я просто не... Да ты что? Много лет назад. Ну, конечно. Ну, я не сильно, я косил, что кашу, но... А у меня взяло землю все время уходило как-то. Я не умел этого делать, но я пытался. Понятно. Да, так это, знаете, это необычное занятие для еврейского мальчика, но поэтому я бросил. Серьезно? Да, ну, а где? Где же там? Я кашу в другом месте. Да, поэтому, возвращаясь к разговору о рейтинге наших штатов по уровню там всего, надо быть всегда очень скептичным и смотреть на те параметры, по которым они их оценивают. Для наших соотечественников я считаю, что более перспективного места, чем Калифорния, особенно Северная Калифорния, по определению нет. Особенно, слушай, толерантность, например, к приезжим. О, да, однозначно. Понимаешь, толерантность, просто всем пофигу, откуда ты взялся. Однозначно. Не то, что мы там, да хоть откуда. Хоть с островов, вот Тодга, вот эти ходят большие такие. Да, ну да. Это тоже нормально, красивый мужик идет, хорошо. Друзья, мы отпускаем Дмитрия, потому что я чувствую, те, кто нас смотрит, уже многие, там же ночь. Ты представляешь, мы сейчас смотрим, скоро три часа ночи в Москве.